Всем доброе утро! И сейчас покажу, чем я занималась сегодня. Ну, помимо уборки, понятное дело, я напекла пирожков. Вот так вот много получилось, достаточно. Нашла рецептик интересный. В общем, эти у меня с яблоком и изюмом. И есть еще с сухофруктами несколько штучек. Мне захотелось с курагой, с черносливом. Вот остальные все яблочные. Яблочные с изюмом и медом. И здесь, вот вторая партия только допеклась. Они еще прям горячие не прикоснутся. Это у меня с зеленым луком и сыром. Сыр, зеленый лук, чесночный соус. Все смешала, получилось очень ароматно. В общем, это сдобное пирожковое тесто. Просто нашла рецепт и приготовила. Поэтому решила не делать рецепт сдобного теста, элементарного, дрожжевого. Вот, ну, на молоке, на дрожжах. Все как обычно, в принципе. К тому же я этот рецептик пробую сама впервые. Я люблю пробовать новые рецепты. Вот, ну, посмотрим. Ну, они поднялись, пышненькие. Я их делала небольшого размера. Я так постаралась с слишком крупными не делать, чтобы, ну, не знаю, захотелось мне в этот раз такие помереча. Вот, в общем, и сладенькие, и солененькие. Садимся пробовать, кушать. Всем, кто тоже кушает, приятнейшего аппетита. Всем привет. Мы уже едем. Начинаем. Ну, вернее, появляюсь во влоге уже в дороге. Вот. Что, какие дела. У нас снежок снова выпал. И, кстати, дальше уже прогноз очень теплый. Все, у нас весна. Там будет очень-очень тепло. Пятнадцать. Короче, все. И дальше уже жара. Но пока еще прохладненько. Ну, все, это тает, конечно же, сразу даже если выпадает, то сразу же тает. Но все-таки сейчас вот снежок в полях лежит. Мы едем по объездной. Выехали из дома. И сегодня день рождения у моей мамы. Поэтому мы поедем в гости. Значит, какой план? Сейчас мы поедем за цветами на цветочный. Там у нас такой, как цветочный рынок. Там очень-очень много цветочных магазинов в одном месте. И в каком-нибудь из цветочных выберем цветы. Логично. Еще у меня такая идея возникла собрать а-ля цветочную, а-ля фруктовую корзину. Симпатичную корзинку с фруктами. Так что еще заедем. Пока дорога как раз вообще. Ну, извиняйте. Если что, чуть-чуть потрясывает нас. А вот. Заедем, выберем всевозможных фруктов. И думаю, где-то типа фикс-прайс или где-то какую-то корзинку посмотреть. И у нее все это сложить. Или ящик. Не знаю. Ну, что-то симпатичное хотелось бы. Ну, посмотрим. Если не получится, оставлю в пакете. Но хотелось бы красиво упаковать более фрукты. Вот. В общем, цветы в ухты. Едем на день рождения. Такой вот план. А еще мы будем в районе Ашана. Ну, вот на обратном пути. Планирую заехать в Ашан. Так что еще будет такая небольшая закупочка. Сейчас еду по дороге, думаю, записываю, что я хотела купить именно в Ашане. Такой план. Всем желаем великолепного дня и прекрасного настроения. У нас так солнечно. Просто вообще солнце супер-яркое. В общем, какая история. Мы уже купили все. Корзинку я нашла в фикс-прайсе. Очень миленькую. С крышечкой. И потом останется она еще, мама, в хозяйстве. После того, как фрукты скушает. Короче, получилось отлично. Я попозже покажу. Сейчас буду собирать корзинку. Прям в машине. И покажу, как это все будет смотреться. Вот. Конечно, в идеале плетеную бы найти корзинку и упаковать в пакет. Но, блин, я не представляю, где здесь это все искать сейчас. Вот. Это, наверное, скорее всего, может быть, в Ашане такое есть. Но, в Ашан, мы поедем после. Поэтому, ну, ладно. В общем, нашла то, что, в принципе, подходит. Фрукты купила. Вот. И сейчас мы заехали на рынок цветочный. И я увидела подснежники. И так захотелось эти подснежники маме подарить. Но, вообще, мы думали, какой-то букет побольше. Типа розы или тюльпаны. Вот. Но там такие красивые весенние всякие цветочки, подснежники, еще какие-то. И мы подумали, может быть, взять вот такие вот эти букетики симпатичные и добавить их в эту композицию из фруктов. Ну, сейчас, в общем, посмотрим, подумаем. Ну, я прям считаю, что подснежники это такие цветы, которые идеально подходят. О, вот. Саша пришел спросить, что там и как. И вот в итоге купила. Одни вот такие. Я не знаю, как это называется. Она сказала, нет? Нет. Ну, это очень приятно пахнет. Вот такие вот цветочки, в общем, одни. Букетик. И вот такой красивейший букет подснежников. Вот. Одни из них так подарим в руки, а вторую упакуем в цветочный набор. Ну, в общем, решили вот так. Вот. Все. Едем дальше. Едем в гости. Все сделали. Осталось мне только, правда, упаковать еще. Я бы еще хотела пленку найти. Ну, блин, где вот это? Да, давай зайдем, наверное, посмотрим пленку тогда, чтобы упаковать корзинку. Было бы здорово. Нашли магазин, в котором прям вот весь, в общем, всякие украшения, декор цветочный. Поэтому купили вот такую ленточку серебристого цвета, ну, шелковую ленту. И я выбрала без всяких там просто вот пленка. Обычная прозрачная пленка. Там были всякие, и в точечку, в горошек, розовые. В общем, всевозможные. Я взяла прозрачную и взяла большую, чтобы у меня она осталась на будущее, в общем, на будущее упаковочные моменты. Еще мы выбрали самую длинную, какая была. В общем, у нее будет удобно упаковывать. И в следующий раз, я так думаю, что мне очень понравилась эта идея с фруктами. Ну, это прикольно. И я думаю, что мы еще не раз будем кому-нибудь еще что-то подобное дарить. Я прям вдохновилась. Это такой творческий подход получается. Ты собираешь это сам. Это выглядит красиво. При этом это можно скушать. Единственное, что я не подумала о том, чтобы взять ножницы. И как мы это все сейчас будем упаковывать, я не знаю. Наверное, сейчас где-то нож по дороге купим. Канцелярный. Ой, канцелярный? Да? Канцелярский. Нож вот и с помощью него отрежем. Ну, мы когда мы едем, я покажу, как это все будет выглядеть. Закрыла зеркало, закрыла зеркало. Закрыла зеркало. Короче, мы едем дальше и по дороге я нашла выход из ситуации. Мы нашли его. Как говорится, фикс прайс выручает. Мы в другом фикс прайсе зашли, что-то так подумали. Блин, можно аж ножницы купить. Потому что ножом, ну как канцелярским ножом, ровно отрежешь эту пленку. Вот. Я ножницы купила. По-моему, это в отделе... Там для кройки шить. Тебе ножницы не закрываешь мне зеркало. Извините. Вот. И я, в общем, эти ножницы потом оставлю себе для огорода. Пока мы ехали, села на заднее сидение и вот такую корзинку оформила. Вот какую мы купили. Вот она корзинка. И она еще идет с крышечкой. Потом можно будет использовать для чего-то в хозяйстве. Я крышку на дно положу. Вот. А так оставлю корзинку открытой. Сюда же добавила шоколадку. Цикорий, капучино. И конфетки Зула. Взяла гранатовые. Вот. С натуральным соком. Ну и здесь всякие фрукты. Яблоки. Фуджи. Очень вкусный сорт. Грифруты. Апельсины. Лимоны. Груши. Киви. Гранаты. Бананы. Груши говорила. Вот. Вот такая вот получилась корзинка. Достаточно большая. Там второй ряд еще сверху. Все достаточно красиво у меня. Получается. Вот. Распаковала уже пленку. Сейчас это все. А, еще муж пошел. Сейчас купит авокадо. Он говорит, давай добавим авокадо. Будет красивее. Ну, правда, с зелененьким будет очень хорошо. И потом покажу результат в пленке. Как это будет выглядеть. Хорошая идея. Презентом. Получается. Кстати, в фикс прайсе такая коробочка. Корзинка ажурная называется. С вот такой вот крышечкой. Стоит 149 рублей всего лишь. В общем, я еще вот сюда добавляю подснежники. И еще муж из Бегова купил два манго. И два авокадо. Короче, тут гора. Корзинка. С горой. С Сиви на улицу вытащишь. Красиво, да. Ого, какой огромный. С другой стороны. Супер. Все, вот такой бакетик упаковала, да. Муж в руки вручит. Что у нас получилось? Вот она. Корзиночка. Цветочки, шоколадки, напитки, конфетки, куча фруктов. В общем-то, вот так. Я все завязала на бантик. Идем. Ну, так, покажи-ка ее сюда. О, какая красота. О, это он поделит, да, что-то я решила. А, корзин. И еще там, вот, цветочки. Еще кусочек тортика там. В общем, всякое. Еще пирожки, которые я сегодня пекла. Ну, мне нравится. Отличная идея. Буду еще повторять. У меня осталась пленка. У меня осталась, это, все вообще. И ленточка. Ну, да, когда с манго и авокадо вообще горкой получилось, как я и хотела. Супер. Мы едем и пытаемся вспомнить этаж. Еще параллельно. Ой, как красиво. Да ты смотри, какой шустрый, а. Вообще не успеешь жопу даже вынести, а он уже закрывается. Недолгим, он так быстро закрывается вообще. Идем. Управляйте. Нажимаем. Нажимаем. Прикольный звонок в нем. Прикольный звонок в нем. Ситуация. Мы уже доехали до Ашана. Мы досиделись у мамы, уже темнота. Еще к ней приехала ее подруга. Я ее тоже, ну, то есть, как бы, мамина подруга. Но я ее знаю с детства, поэтому было очень интересно пообщаться. Мы все так классно сидели, пришели тортик. Я снимала, мама Наполеон испекла. В общем, было очень вкусно и здорово. Сейчас идем в Ашан. У нас совсем небольшой списочек, но все-таки есть вещи, которые... Здесь проще всего найти мне, что ли, не знаю, почему-то поймем их здесь. Так что вот, идем. Везде так людей мало почему-то сегодня. Прям даже интересно и на дорогах тоже, и в Ашане. Ходим по Ашану, посмотрите, как пусто сегодня очень. Я набрала всяких семян, гору. Я потом покажу. Вот, ну и так по мелочи всякое. Буквально. За мелочишкой зашли, но она все нужная. Не нужная. Мы не нужная, не покупаем. Конечно, не такие. Мы наконец-то дома. У нас время полдесятого. Ну, давайте разберем пакет, покажу, что купили. Это у нас от фруктовой корзины то, что не влезло. Осталось тут яблоко, груша. Тут, ну, она печенье к собой надавала, как осанки она пекла, очень вкусные. И апельсин еще. Вот. Ау, упал апельсин. Блин. Крахмал купила. Кукурузный для всяких десертов. Зула эвкалипные, любимые конфетки. Салфетки универсальные. Для уборки. Также чаек. Тес флейм. Гребень вот такой деревянный. Это мужу. Так расчесывается. Удобно, что вот этой можно частью расчесываться. Можно более мелкой. Домское счастье. Называется она. Также бакалитная бумага. Только в Ашане ее покупаем. Такая она классная. Очень рекомендую вот эту Royal Care. Именно Ашан производство. Очень классная. Тут четыре слоя. Она прям пайф. Прям хорошая. Так. Как бы так аккуратненько. Отруби. Набрали кучу отрубей. Я их добавляю в эти Валадушки по утрам. В кашу можно добавлять. В общем, мы их много пасяем. Поэтому взяла побольше. Также сметанка. Две баночки. Вот такие очень вкусные есть. Сметанки в Ашане. Личная гигиена. Еще в трубе. Еще вот такой вот спрей для лица. Очень они. О, трубе что ли насыпались. Спрей для лица. Вот этот очень мне нравится. Акваспрей. Я постоянно его в пустых баночках показываю. Классное средство. Отлично увлажняет кожу. Можно использовать как для лица, так и для волос, и для тела. Но я для лица использую. Просто супер и запах приятный. Вот. И, конечно же, семена. Не знаю, кому интересно, кому не интересно подобное. Но покажу быстренько. И семена все-таки. Зазуля. Очень хвалят этот огурец. Поэтому я взяла две пачки. Говорят, что его быстро разбирают. Поэтому я решила взять две пачки на будущее. Ну, как бы... Короче, когда я их буду сажать. Ну, пусть будут у меня. И так же набрала то, что я буду в ближайшее время сажать либо на рассаду, либо то, что смогу высаживать, ну, к концу марта. Морковь. Прикольно. В оболочке это очень удобно. Ее видно хорошо, когда сажаешь. Вот. Такая вот морковка. Ниох. Укропчик. Салат. Еще другой укропчик сорт. Руккола, конечно же, любимая. Кориандр. Это кинза. Салатик. Редис вот такой длинненький. И сакса. Классический. Еще жара. Надеюсь, что он терпит жару. Ну, надо почитать о нем до консорта. Также базилик фиолетовый. Базилик витаминчик. Разные виды. Еще у меня сельдерей. Решили взять. Это петрушечка. Петрушка, кинза, укроп. Это просто классика. Также мои любимые мангольды. Я не удержалась и взяла три. Вообще, мангольда очень много летом набирала, сажала. Это мы любим. Это всегда в тему. Поэтому пригодится. Вот такие я взяла капусточки брюссельские. Сапфир. Буду смотреть, как выращивать. Хочу рассаду сделать. Хочу попробовать в этом году брюссельскую капусту. Я ее еще не... Ну, в том году я ее не пробовала расти. То есть, соответственно, ни разу еще не выращивала. Поэтому вот. И вот такой еще базилик зеленый. Так. И еще цветочки взяла. Вот такая петунья. Махровая. Гляньте, какая красивая. Астра. Астры мне чем понравились. Они у нас очень долго. Они до декабря у меня прекрасно себя чувствовали. И цвели, росли и пахли. Анютины глазки взяла. Тоже микс. Люблю миксы тем, что... Ну, это красиво. Сразу несколько. Короче, класс. Еще астра вот такая. Королевский размер. Видимо, какая-то крупная. И тут тоже смесь красок. Но ты никогда не знаешь, какая она, когда распустится. Это так вообще классно. Мне очень нравится. Еще взяла амарант. Вот такой какой-то магический. Тоже классно смотрится. Он красивое растение. Не пойму, какой тут будет. Красный или зеленый. Или тут будет вот эта смесь. Что-то интересненькое. Потом очаровательные глазки. Вербена. Вот. Это моя бабушка называла их каштанчики. Когда я их увидела, сразу захотела. Мне они очень тоже нравятся. И тут, я так поняла, тоже смесь. И вот такие георгина. Такие еще цветочки. В общем, взяла. Хочется мне и цветов. И, конечно же, всевозможных вкусняшек растений. Будем садоводить. Уже жду с нетерпением, когда же можно будет на огороде чем-то заняться. Но скоро уже, по крайней мере, начну рассаду сажать. Это уже хорошо. Так, ладно. Буду я разбирать покупки. Разбирать семена. Класс. И сейчас пойдем уже купаться, отдыхать. И, в общем-то, время сколько уже вообще? Девять. Пусть будет девять. Пусть будет девять. Ну, еще девять. Ну, да. Сколько-то там минут еще. Да. Всем спасибо, что посмотрели этот влог. Провери время с нами. Всем желаем прекрасного дня, великолепного настроения. Увидимся, как обычно. Завтра всем счастливо. И всем пока. И мы увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.